МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осень не время хандрить. Если к меланхоличному настроению добавить качественную музыку, немного черно-белого кино и хорошую театральную постановку, то депрессию как рукой снимет. Может, именно поэтому региональный фестиваль Дни российской культуры и приходится на экватор осени. Впереди почти две недели, наполненные искусством. Давайте выясним, что увидят и услышат ивановцы в эти дни. А еще попробуем узнать, все ли возрасты классики покорны. Фестиваль искусств Дни российской культуры открылся в пятницу в музыкальном театре. Это главное событие года для всех ценителей прекрасного. Мероприятие региональное проходит в Ивановской области уже 27-й раз. За две недели искусство заглянет в каждый муниципалитет. Мероприятие ожидаемое, его с нетерпением ждут наши зрители, поскольку здесь есть возможность познакомиться с творчеством в срамах разнообразных коллективов. И мы говорим, что это многожанровый фестиваль. Для разных зрителей разного возраста, с разными интересами, мы готовы представить свои программы. В фестивале искусств открылся большим концертом академического ансамбля песни и пляски войск нацгвардии под руководством народного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева. Он возглавляет коллектив с 1985 года. Программу в Иваново привезли разнообразную. Песни солдатские, народные, произведения отечественных и зарубежных композиторов. Кажется, на сцене вся сила и удаль российской армии. А какие голоса! Дух захватывает! . Кажется, на сцене. ПЕСНЯ Главной площадкой фестиваля станет Ивановская филармония. Даже на открытие не обошлось без ее артистов. Задача камерного оркестра – разжечь у публики аппетит к искусству. Молодой дирижер Дмитрий Щудров подобных мероприятий ждет с нетерпением. Это и возможность собрать по-настоящему полные залы и пообщаться с именитыми гостями, мастерами своего дела. Публика, уверен Дмитрий, будет самая разная. Ведь у качественной музыки нет возраста. Это дело вкуса. А он, как известно, либо есть, либо его нет. Классика – понятие растяжимое, и молодежь подтягивается больше к таким необычным проектам, в которые тоже звучит очень хорошая музыка. Просто, наверное, как преподнести классику, возможно. В эти выходные в филармонии прошел спектакль «Фламенко» и кинопоказ великого Чарли Чаплина «Огни большого города». С подробной программой каждого дня можно ознакомиться на сайте Департамента культуры и туризма Ивановской области и на официальной странице в интернете Ивановской государственной филармонии. Фестиваль продлится до 2 ноября. Перед Ивановской публикой выступит известный питерский коллектив «Терем-квартет» джаз-бенд Сергея Жилина. В пятницу 27 октября на свой авторский вечер всех приглашает Максим Дунаевский. Выдающийся композитор современности Максим Дунаевский, известный всем по многим фильмам, по театральным постановкам. Он приедет не один, приедет с инструментальным ансамблем, с певицей и будет творческий вечер Максима Дунаевского. Известного ивановского блогера Михаила Шора мы встретили буквально на пути к искусству. Всемирная паутина с ее многообразием информации – это одно, а возможность прямого диалога с артистом, живое творчество – совсем другое. На самом деле прежде всего хочется обратиться даже не к молодежи, не к моим ровесникам, а к родителям, а еще к бабушкам и дедушкам, потому что у вас есть прекрасная возможность ваших детей, внуков приобщить к высококультуре за небольшие деньги. Я, откровенно говоря, вот сейчас именно иду в филармонию, вы меня немножечко так подловили в самый непосходящий момент, потому что я хочу прикупить билетиков на несколько концертов, которые будут уже и 28-го, и 27-го. Формирование вкуса – дело ни одного фестиваля, и уж тем более ни одного дня. Заядлые любители искусства рекомендуют новичкам попробовать все – поэкспериментировать с жанрами, стилями, направлениями. Никогда не знаешь, на что отзовется душа, на какую мелодию откликнутся ее струны.